Илья Кушлев погиб 2 ноября 2005 года в Чечне. Совсем немного он не дожил до своего 21 дня рождения. Веселый и жизнерадостный любитель футбола, охоты и рыбалки. Таким его навсегда запомнили родные и близкие. А главное – мама. Был сапером, и они служили, что инженерная разведка дорог. Они сопровождали колонны и шли всегда впереди. На обучении он заметил, что-то вызвало подозрение. Он подошел и оказался радиоуправляемый фугас. Таких солдат, как Илья, за годы Афганска, Чеченской и других локальных войн много. Память о них бережно хранят матери. Сильные и стойкие, несмотря ни на что. Современное общество не всегда бережно относится к памяти таких героев. Так в 28-й школе мемориальная доска после ремонта так и не появилась на законном месте. А в некоторых школах встречаться с матерями погибших солдат вовсе не считают нужным. Однако есть и достойные примеры. 12-я школа – это самый лучший пример для подражания. Они ни одного праздника не забывают. Они 1 сентября приходят. И не памяти. Матери погибших солдат встречаются с молодежью, рассказывают о сыновьях. Для них в свое время вопрос об армейской службе не стоял. Служить – и точка. Таков долг. Иначе не позволила бы совесть. Роль патриотического воспитания только возросла. И мы сейчас и в школах огромное количество встреч проводим. Представители Череповецких общественных организаций – это объединение десантников, военное образство, боевое образство, ветераны Афганистана. Но патриотической работы много не бывает. Активная жизненная позиция женщин, переживших личное горе, поражает. С Юрием Кузиным они долго обсуждали городские проблемы. Больше всего матерей волнует содержание мемориалов и памятников. Многие из них разрушаются. Мэр города обещал помочь. А главное теперь следить за работой по реконструкции памятников будут и солдатские матери. Матери погибших солдат собираются вместе довольно часто, помогают друг другу и поддерживают. Однако на уровне городских властей подобных встреч не было уже 20 лет. И сегодняшнее мероприятие – надежда на то, что проблемы будут решаться совместно.